здравствуйте мои подписчики и гости канала продолжаем цикл лекций посвященных проектированию машин и аппаратов пищевых производств в этой лекции мы рассмотрим технологичность конструкции технологичность конструкции принято определять как совокупность свойств изделия проявляемых возможности оптимальных затрат труда средств материалов и времени при технической подготовке производства изготовлений эксплуатации и ремонте технологичность конструкции это не функциональные свойства изделия а конструктивные его особенности конструкцию изделия характеризуют в общем случае состав и взаимное расположение его составных частей схема устройства изделия в целом форма и расположение поверхности деталей и соединений их состояние размеры и материалы необходимость количественной оценки технологичности конструкции проектируемого изделия а также номенклатура показателей и методика их определения устанавливаются в зависимости от вида изделия типа производства и стадий разработки конструкторской документации технологичность конструкции оценивается уровнем технологичности к у гдк показатель технологичности разрабатываемой конструкции характеризует один или несколько ее признаков на стадии разработки конструкторской документации кб базовый показатель принятый за исходный при сравнительной оценке технологичности конструкции изделия основными показателями технологичности конструкции являются трудоемкость изготовления изделия и технологическая себестоимость изделия технологичность конструкции обеспечивается путем придания конструкции необходимых свойств достижением оптимальных трудовых материальных и энергетических затрат совершенствованием условий выполнения работ схема обеспечения технологичности изделия представлена на слайде дополнительные показатели технологичности подразделяются на две группы технико-экономические и технические технико-экономические характеризуют затраты труда и стоимостных средств на изготовление эксплуатацию и ремонт изделия технические определяют расход и рациональное использование материалов точность и качество изготовления унификацию конструкции и технологических процессов для анализа и оценки технологичность классифицируют по видам и другим признакам стадии разработки и производства изделий виды изделий при разработке конструкторской и технологической документации виды процессов изготовления конструктивные характеристики изделия кроме этого могут учитываться такие показатели технологичности как производственная и эксплуатационная технологичность конструкции последние включают в себя технологичность конструкции при техническом обслуживании и ремонтную технологичность конструкции различают понятие технологичности конструкции детали сборочной единицы и изделия в целом оценка технологичности конструкции детали может производиться по таким конструктивным характеристикам как форма поверхности, размеры, материалы и т.п. При конструировании машин и аппаратов пищевых производств исходят из принципов технологической и конструктивной преемственности. Технологическая преемственность для разрабатываемой машины состоит в выборе таких деталей и сборочных единиц, которые уже применялись в других машинах и технология изготовления которых уже освоена промышленностью. Конструктивная преемственность при конструировании новой машины заключается в использовании предшествующего опыта машиностроения, в введении в разрабатываемый образец всего полезного, что есть в существующих машинах. Следует отметить, что технологическая преемственность важна при проектировании именно современного пищевого оборудования и при проектировании каких-либо новых образцов техники важно подглядывать, подсматривать, а что уже используется в тех образцах, которые производятся уже сейчас на потоке в серийном производстве. Так, например, может быть использовать, если у нас есть допустим хлебопекарное оборудование, использовать те же самые узлы, допустим для передачи крутящего момента или муфты или какие-то крепления, чтобы, о чем мы поговорим чуть дальше, чтобы увеличить унификацию изделия. При конструировании иногда бывает полезно использовать метод инверсии, то есть обращения, когда мы делаем деталь из ведущей, ведомой или меняем направляющую и направляемую деталь, неподвижную деталь делаем подвижной, наружный конус заменяем внутренней. И следующий шаг в проектировании это стандартизация. Стандартизация это установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении условий эксплуатации и требований безопасности. Стандарт может быть представлен в виде документа, содержащего ряд требований норм, подлежащих обязательному выполнению. Может быть представлен в виде основной единицы или физической константы. Например, ампер, вольт, метр, ускорение свободного падения, число и число Эйлера. Какой? Или представлен в виде какого-либо предмета для физического сравнения. Например, эталон метра или килограмма. Степень стандартизации оценивается коэффициентом это s и рассчитывается по формуле представленной на слайде, где n большое s и n соответственно это число стандартных деталей и общее число деталей соответственно. Составными частями стандартизации является унификация и типизация. Унификация это рациональное сокращение числа видов, типов, марок и типоразмеров изделий одинакового функционального назначения, составных элементов этих изделий, основных и второстепенных размеров допусков и посадок, марок материалов, способов изготовления, технологических указаний, технической документации и тому подобное. Различают несколько видов унификации. Межтиповая, отраслевая и межотраслевая, унификация деталей сборочных единиц и машин, унификация конструктивных элементов машин и аппаратов, унификация марок и сортамента материалов, электродов, типоразмеров, крепежных и других стандартных изделий, унификация технической документации. Для оценки достигнутого уровня стандартизации и унификации используют систему показателей. 1. Коэффициент применяемости КПР является обязательным и рассчитывается по формуле, которую вы видите на экране. 2. Коэффициент повторяемости КПР как отношение общего количества составных частей изделия к общему количеству изделий. 3. Коэффициент межпроектной, взаимной унификации, который рассчитывается по формуле, представленной сейчас на экране. 4. Коэффициент унификации группы изделий, который зависит от количества изделий в группе, порядкового номера изделия в группе, коэффициент применимости этого изделия, годового выпуска и оптовой цены этого изделия. 5. Типизация. Типизация – это разработка и установление типовых конструктивных и технологических решений с общими техническими характеристиками. Конструирование машин на базе типизации производится следующими методами. 1. Секционирование заключается в разделении машины на одинаковые секции и образование новой машины из набора унифицированных секций. Секционированию хорошо поддаются транспортеры, ленточные, скребковые, цепные, ковшовые элеваторы и т.п. дисковые фильтры, пластинчатые теплообменники, центробежные насосы. 2. Метод изменения линейных размеров, состоящий в изменении длины машины или агрегата с сохранением формы поперечного сечения. 3. Метод применим главным образом к роторным машинам. Шестеренные и центробежные насосы, компрессоры, волковые машины, мешалки и т.п. 3. Метод базового агрегата. Применение базового агрегата, превращаемого в машины различного назначения, присоединением к нему специального оборудования. Дорожные машины, самоходные краны, погрузчики, сельскохозяйственные машины, кухонные комбайны. 4. Конвертирование. Базовую машину или основные ее элементы используют для создания агрегатов различного назначения. Например, перевод поршневых двигателей внутреннего сгорания с одного вида топлива на другой, бензиновые в газовые компрессоры воздушные на фреон аммиак. 5. Компаудирование. Как метод параллельного соединения машин, применяют с целью увеличения общей мощности или производительности, установки. 6. Модифицирование. Переделка машины с целью приспособить ее к иным условиям работы, операциям и видам продукции, без изменения основной конструкции. 7. Агрегатирование. Оно заключается в создании машин путем сочетания унифицированных агрегатов, представляющих собой автономные узлы, устанавливаемые в различном числе и комбинациях на общей станине. 8. Комплексная стандартизация, близка к агрегатированию. Используется для агрегатов простого типа, отстойников выпарных установок, днища, трубные решетки, трубы, фланцы и другие. В этой лекции мы очень коротко рассмотрели вопросы унификации, типизации, стандартизации в разрезе проектирования технологического оборудования пищевых производств. Благодарю вас за внимание. Я надеюсь, этот цикл лекций по проектированию вам полезен и вы сможете использовать эту информацию в своей работе. Прошу вас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик уведомления и в колокольчике все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Кроме этого, на канале есть видео, посвященные машинам и аппаратам пищевых производств, как отдельно машинам, так и отдельно машиноаппаратурным схемам линий производства пищевой продукции. Ссылки на эти лекции вы найдете в описании. Следующая лекция по проектированию машин и аппаратов пищевых производств обязательно последует. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова